Всем привет, мои пупсики! Рада видеть вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Обычно я влоги начинаю где-то в 10-11, но с утра, так скажем. А сегодня я начинаю влог где-то в 6. Сейчас точно вам скажу время. 7 минут седьмого, прикиньте. Просто мне позвонила Первана и сказала, что она собирается к своей сестре и хочет взять меня с собой, как чемоданчик. Я так подумала, а что дома сидеть? Реально жарко, нечем заняться, скучно. Мы с Твиксом вдвоем, мне хочется куда-то пойти, поэтому я решила, что я с вами. Самое главное, надо подумать, что же я сегодня надену. Хочется надеть что-то такое, что я не носила, хотя лето заканчивается. Может, вот это платье, которое просвечивается ужасно. Надо со специальным бельем носить или может джинсики или обычные брюки. В общем, сейчас подумаю. Такое у меня еще платье есть, очень красивое. У меня вся одежда с одного сайта. И вы, наверное, догадываетесь с какого. Низ я уже решила, у меня будут черные шортики, а вверх, я думаю, между вот этой вот красотой. Это сзади у нас шнуровочка и вот такая вот кофточка. Твикс-ты чего, отойди. Я тут людям показываю, что я надену. Это я надевала много раз, а вот это ни разу. Поэтому даже не знаю. Наверное, то, что ни разу не носила, надо выгулить. Вы знаете, я померила оба варианта, но мне больше нравится синий. Как вам? Единственное, шортики немножко большие. И ремень тут тоже не наденешь, к сожалению. Вот это эско, прикиньте. Ты что уходишь? Уходишь и без меня. А как же я? А с кем же я останусь? Мне здесь скучно. Смотрите на его багажник. Красавец. Сейчас я буду делать макияж. Сильно яркий я не хочу. Вот слегка просто немножко добавлю румянец, немножко пудры, губы, тушь. Ну, в общем, вроде все сказалось. С другой стороны, говорю, легкий макияж. Но по чуть-чуть каждого, потому что времени у меня мало. Надо быстренько сделать, спуститься вниз, потому что они уже уезжают буквально через 15 минут. Поэтому времени у меня ограничено. Сегодня что мы делали? Почему я влог начала снимать так поздно? Дело в том, что сегодня, наконец-то, на мою квартиру прибыл спальный гарнитур. Сегодня мы просто подняли на квартиру. К сожалению, нас подвел лифт. Большой грузовой лифт не работал. И пришлось в несколько партий поднимать. Но самое главное, почти все мы подняли, кроме комода. Потому что я боюсь, возможно, не поместится комод или будет слишком тесно. В таком случае я просто откажусь от комода и все остальное себе оставлю. Кто не в курсе и не смотрел Мукбанг, я там рассказывала о том, что спальный гарнитур это приданное перваны. Они сейчас должны купить квартиру. И они хотят купить двухкомнатную квартиру. И там нет места для этого спального гарнитура. А я как раз заказала новый гарнитур спальный. И мне позвонили и сказали, что они не могут привезти в срок, потому что мастер заболел коронавирусом. И тут чисто по случайному стечению обстоятельств. Им не нужен этот спальный гарнитур. Поэтому я решила его у них купить. Ну а что, да? Почему нет? Поэтому я влог сегодня начала достаточно поздно. ПОЗНАМИЧЕСЬ! мне уже позвонила перво на горит спускайся мужа внизу я возьму с собой вот эту новую сумочку я просто балдею от нее она подходит под все тем более у меня есть обувь такого же цвета сочетается просто идеально так я так я жду лифт легенький макияж сделала макияж без макияжа немножко туши немного румян хайлайтер куда же без хайлайтера и все я спускаюсь шорт у меня вот такие вот кофточка одна из моих подписчиц написал мне в комментариях что айка не будь жмотом поменяй зеркало в лифте я я должна поменять а не мтк на гениальном очень такой вот у меня в кучок сидим мы значит в машине и я думаю надо покупать себя тоже тачку когда у меня будет своя тачка я даже не представляю хожу облизываюсь когда вижу этот форт фьюжен у нас во дворе думаю блин хочу я такую же их репортаж вместо событий это цветы моего детства они закрываются вечером и открываются днем да и еще у них есть семечки которые выпадают вот под куст и на следующий год куст растет еще больше я помню что у моей подруги детства у хаяли был то есть такой же куст пошли ты как у меня педикюр подходит под кофту ты даже не заметил смотрите какого сладкого пацана я нашла здесь но он очень агрессивный не такой как мой твиксик то есть он прям кидается на людей может ударить за ним были замечены несколько преступных организаций единственный очкошник это мой код все остальные храбрые ему радость это глиняный не понимаешь что это это тесто отец который мы чтобы воздух не уходил специально да так и потом наложили вода не спали это тесто потом можно съесть или используется как на силикон интересный интера сейчас мы будем пробовать что-то новое что не пробовали потом я вам в конце покажу маникюрчик обязательно горячую горячую избу вошел она коняна с какой он живет себя как женщина очень аппетитный какой аромат стоит жалко видео не передает аромату это очень сытно мне кажется все будем пробовать это может это барашка не так я вам забыла сказать что это оказывается коровий хвост из него получается такой деликатес который я буду пробовать очень аппетитно выглядит тоже впервые тоже первые делать мне нужна не красота быстрота белую тарелочку мне дали что у меня его на камеру за куша и вот такой вот деликатес сейчас мне накладут не прям хвостик мне вот это все зависит не хвостик они будем пробовать час это все хватит хватит пока что это попробуем дальше уже будет видно это только мясо да или что-то еще то сюда добавляла мясо лук чеснок а я думал здесь еще картошка нет картошки нету кстати я беру свое слово обратно счет того что сгорел вообще не сгорел очень нежно я вспомнил одну вещь оказывается я подобное ел где помнишь мы с тобой были на этом очень дорогом итальянском ресторане нет это было давно когда еще был этот или тебя не было тогда бычий хвост это был очень дорогой ресторан и там был действительно бычий хвост мы его заказали вот этот вкус короче мы покушали было очень очень вкусно очень сытно жаль дети чтобы не поели очень жаль потому что а почему не едите мясо тебе животное жалко и не вкусно а курица не жалко курицу зато не жалко вот такой вот у меня лучок шортики на высокой посадочке и топик без галтер конечно же надела вот но жарко все равно даже в шортах не представляю что делают девчонки которые носят джинсы в такую жару нет хорошо получилось и так ребят я уже ухожу но этот красавец со мной так и не подружился он только к своей хозяйке идет на других на всех нападает что за животное я уже дома мои хорошие от души посидели поболтали о том осем поели было очень вкусно мне понравилось так гостеприимно так тепло меня встретили я была впервые у сестры а перваны хотя часто ее видела она приходила например к перване и там у них я ее я ее видела а сегодня я была как бы в гостях у них впервые хотя я знаю очень давно и мне очень понравилось и кофта кстати очень сочеталась шортиками нравилось как я выгляжу сейчас я потихоньку буду уже наверное смывать макияж вот просто посмотрите что делает этот засранец постоянно лежит на моем ноутбуке а ноутбук вот в таком состоянии как будто другого места нету полежать обязательно здесь надо лежать спасибо вам огромное что вы досмотрели это видео до конца я это ценю ставьте лайки обязательно подписывайтесь если вы до сих пор это еще не сделали я буду стараться вообще побольше снимать для вас материала потому что последнее время у меня всего одно видео в день а это очень очень мало так что надо исправляться это самое самое главное а